У нас сегодня животрепещущая проблема – это иммунотерапия в условиях COVID-19 за и против. Естественно, так устроена наша психология, что нам всегда проще быть против, чем за. Но главные вопросы, на которые все пытаются ответить, является ли рак, злокачественное новообразование, самостоятельным фактором риска более тяжелого течения COVID-19, и является ли иммунотерапия дополнительным фактором риска тяжелого течения COVID-19. И вот в настоящий момент ведется большое количество исследований, которые попытались расшифровать, что же происходит прежде всего в легких пациентах, и говорится о том, что цитокиновый шторм, вот на этой схеме хорошо показано, вызывает тяжелые повреждения альвелиоцитов и легочную полиорганную недостаточность, но при этом есть еще и тромбоз повреждения эндотелиальных клеток. И микровоскулярный тромбовоспалительный синдром сосудов легких, вызванный COVID, вызывает вот ту самую картину, которую сейчас прекрасно научились распознавать наши компьютерные томографисты, наши рентгенологи. Но я хочу обратить ваше внимание, что когда мы смотрим на эту картину, то буквально год и два назад мы видели очень похожие картины на наших сессиях по иммунотерапии злокачественных новообразований, когда мы говорили о аутоиммунном, иммуноопосредованном пневмоните как нежелательном явлении иммунотерапии. Соответственно, в США были предприняты и доложены, очень широко обсуждались на АСКО, два исследования. Естественно, они наблюдательные. Первое исследование ССС-19, в которое было включено 928 пациентов, которые заболели COVID с самыми разными злокачественными новообразованиями. При этом, посмотрите, так называемая грудная клетка, то есть в данном случае рак легкого, это 10%. Большинство были больные раком молочной железы. И второе исследование Тераволт, в котором было всего 400 пациентов, но это были все пациенты, у которых был одновременно рак легкого и подтвержденная инфекция COVID-19. И была проанализирована смертность. Я бы хотела обратить внимание, смертность в процентах при раке легкого, второй столбик исследования Тераволт, 35%. Второй момент – это потребность в палате интенсивной терапии. И следующее – это ИВЛ. Сколько же больных находилось на ИВЛ? Значит, большинство больных потребовали половина в первом исследовании, 83% потребовали госпитализации. Но вот ИВЛ относительно потребовали небольшое количество, 12% в первом исследовании и только 5% во втором исследовании. То есть, например, при раке легкого во второй столбик исследования Тераволт, да, больные были госпитализированы 83%, но потребовали палаты интенсивной терапии ИВЛ относительно немногие пациенты. Но именно в этой группе больных была высокая смертность – 35,5%. Была попытка предпринята выявить независимые факторы риска, которые способствовали более тяжелому течению у этих больных. Было выявлено, что, несомненно, имеет значение более пожилой возраст, более высокий, то есть худший статус ЭКО, активная химиотерапия, коморбидность. И похожие данные, тоже наблюдательные исследования, были проведены в Китае, где было показано, что наличие рака, оно приводит к более высокому уровню смертности, и, кроме этого, и смертности, и потребности в интенсивной терапии, и потребности в дополнительной вентиляции легких. И как бы все те города и страны, где заболеваемость достаточно высокая, естественно, пытались такой анализ провести и его публиковать. Поэтому в Нью-Йорке было показано и опубликовано, что смертность от COVID-19 больных раком по сравнению с общей популяцией была 25% против 14%. И из всех онкобольных, которые умерли от COVID-19, 55% составили больные раком легкого. В Милане смертность от COVID-19 также была выше, чем больных без рака. И при этом они еще привязали к этому возраст и показали, что смертность больных раком старше 75 лет от COVID-19 – это 19%. А общая смертность больных раком только 8%. То есть пожилые и больные, ну что, к сожалению, естественно, и для больных без злокачественных опухолей была выше. Действительно ли пациенты раком легкого более уязвимы для COVID-19 по сравнению с другими? Ну вот было проведено и опубликовано опять в СНЭТе. Так интересно готовиться к этому выступлению. Свежайшие публикации, и на них на всех стоит дата. Вот эта публикация 28 апреля была опубликована, 2020 года, то есть все по горячим следам. И было показано, что вот зеленые столбики, интересно, это пациенты разных опухолей, но с метастазами в легкие. И красные столбики – это непосредственно рак легкого. То есть именно пациенты с поражением легочной ткани по сравнению с больными без рака и пациенты пусть с раком, но без поражения легочной ткани были менее уязвимы, а с поражением легочной ткани более уязвимы. Это было показано. И были сделаны в нескольких исследованиях наблюдательных выводы о том, что повышают риск смерти больных раком от COVID-19, возраст, наличие выраженной сопутствующей патологии, и КОК больше двух, и химиотерапия одна или в комбинации. При этом важно понимать различия между обычной бронхопневмонией, посмотрите, таким вот желтым выделенным, бледно-желтым, то есть идет поражение отдельной части бронхопневмонии. И в том случае при COVID-19 в розовом выделено, предположительная причина – это взаимодействие вируса с таким ферментом, общеизвестным АПФ-2 на альвеоцитах второго типа. То есть идет более массивное поражение именно легочной ткани на уровне альвеоцитов. Курение в анамнезе, по данным наших китайских коллег, следует рассматривать как предрасполагающий фактор, потому что у этих пациентов табак повышает экспрессию АПФ-2, который является рецептором для вируса. Причем мы же понимаем, что в нашей стране по-прежнему существует достаточно большая группа курящих больных со злокачественным опухолью легкого. Провоспалительные цитокины и прокогулянтные факторы, вот такая вот была схема созданная, пыталась ее перевести, вызывают, кроме всего, вызывают микротромбозы, разрывы сосудов и геморрагии, и проникая через капиллярную сеть, вызывают локальный иммунный ответ в стенке альвеола, уплотнение его. И вот здесь мы понимаем, что, с одной стороны, злокачественная опухоль вызывает сама по себе некое снижение иммунитета, и рак связан с избыточной экспрессией иммуносупрессивных цитокинов, снижением противовоспалительных сигналов и усилением иммуносупрессивной популяции лейкоцитов. То есть, возможно, рак имеет предположительно увеличивает вероятность инфекционных осложнений. И было предпринято исследование, доложенное на АСКО, о том, что ауто-антитела являются предикторами выживаемости и одновременно предикторами иммуноопосредованных нежелательных явлений при терапии ингибиторами контрольных точек при метастатической меланомии. И при этом в этом исследовании была продемонстрирована ассоциация иммуноопосредованных нежелательных явлений и лучшего клинического ответа. То есть, мы говорим, может быть, даже впервые о том, что нежелательные явления являются неким предиктором лучшего клинического ответа. Но в реальной клинической практике чего мы боимся? Мы боимся сочетания COVID-19 с иммуноопосредованным нежелательным явлением, и мы боимся их не различить. Но вот это моё собственное наблюдение. У пациентки на фоне иммунотерапии развивается вот такая пневмония. Соответственно, мы больше всего... Очень сложно рентгенологу провести диагноз, что же это было. Значит, в результате всего, кстати, диагноз у данной пациентки был поставлен пневмония, а не иммуноопосредованное нежелательное явление. Но хотя оно по картинке очень напоминало COVID-19 пневмонию, COVID не подтвердился. Интересны только отдельные публикации по поводу сочетания того и другого. Наблюдение опубликовано. Мужчина 65 лет, меланома 4 стадии с метастазами в лёгкий головной мозг, иммунотерапия, неволумаб и эпилемумаб. Появилась тяжёлая одышка. Случай описан 2017 года. И была диагностирована коронавирусная инфекция, но другим вирусом HQ1. И был одновременно иммуноопосредованный пневмонит. Пациент получал стероиды. И, собственно говоря, врачи добились успеха. Пневмонит разрешился. И авторы сообщили о первом наблюдении пациента с меланомой и тяжёлым, но обратимым диффузным пневмонитом в сочетании с коронавирусной пневмонией на фоне комбинированной иммунотерапии неволумабом и эпилемумабом. И вот опубликованы такие компьютерные томограммы данного пациента. И на первых двух А и Б снимках имеются множественные двусторонние метастазы и матовое стекло, то есть диффузный пневмонит. Далее в мае разрешение диффузного пневмонита и частичный регресс метастазов. И далее вот такая полная победа, почти полное исчезновение метастазов и разрешение и пневмонита, и явлений пневмонии. Ну такая вот победа опубликована на единичное наблюдение. И вот совсем недавно, на днях, 17 июня, наконец представили применение препарата дексаметазон. То есть то, чем мы лечили уже на протяжении нескольких лет иммуноопосредованной пневмонит, исходя из патогенеза пневмонии, вызванной COVID-19, вот это уплотнение альвеолярных участков лёбочной ткани, тяжёлый фиброз, было показано, что дексаметазон препарат, который снижает риск смерти у больных, находящихся на ЭВЛ, и для больных, которые нуждаются в кислороде. И если посмотреть вот на те два первых американских исследований, про которые мы говорили, и исследования Тераволт, в которые было включено 400 больных раком лёгкого и ковид-пневмонией, это штатовское исследование, то посмотрите, в анализе тех препаратов, которые пациенты получали, а там, как вы помните, была высокая смертность, то есть 35%, то очень малое число больных получали стероиды. И из выздоровевших 10% и из умерших только 16%. То есть эти пациенты не получали стероиды в плане такой, как бы стабильной терапии. И также мне кажется, что очень интересно вот эта цитата профессора Вейта, это «химиотерапия является очень мощным иммунодепрессантом и никоим образом не таким, как мы его понимаем». И он считает, что пациенты, которые получают иммунотерапию, не должны вообще учитывать наличие иммунотерапии как риск-риск или, наоборот, противоположный фактор по развитию COVID-19. Он считает, что это вообще как бы совершенно такие события в жизни из разных таких апостасей. Снижают ли ингибиторы контрольных точек иммунитет больных раком и повышают ли они чувствительность к инфекции COVID-19? Но мы с вами помним, что любая инфекция – это прежде всего фактор, это фибрильная нейтропения, глубокая лейкопения по данным ВОЗ. Но нейтропения, как главный фактор риска инфекции онкобольных, это особенность химиотерапии и частота фибрильной нейтропении при химиотерапии при разных схемах до 30%. Иммунотерапия ингибиторами контрольных точек крайне редко вызывает иммуноопосредованную гематологическую токсичность. Чаще это аутоиммунная тромбоцитопения, гемолитическая анемия. И вот при терапии эпилемумабом, который для нас, для всех препарат, но с какой-то наибольшей такой токсичностью, нейтропения третьей-четвёртой степени, она низкая, и частота фибрильной нейтропении, посмотрите, всего полпроцента. И если говорить об соотношении иммунотерапии ингибиторами контрольных точек и вирусной инфекции, то были зарегистрированы случаи вирусной инфекции или вторичной по отношению к иммуноопосредованным нежелательных явлений. Но было очень мало данных, которые описывают вирусные инфекции или реактивации как осложнение использования ингибиторов контрольных точек. При этом это были, прежде всего, ветряная оспа, вирус гепатита, цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Бара. Снижают ли ингибиторы контрольных точек иммунитет больного рака? Данные об иммуносупрессии на сегодняшний день неубедительны. Поскольку мы не можем рассматривать лечение ингибиторами контрольных точек как иммуносупрессивное, отказ у него онкобольных для снижения коронавирусных инфекций может просто лишить этих больных адекватной терапии. Конечно, мы должны до назначения ингибиторов контрольных точек собрать анализ, прежде всего, по аутоиммунным заболеваниям, хроническим заболеваниям легких сердца, недавних инфекций, хронических вирусных инфекций. Мы должны помнить, что коморбидность по аутоиммунным заболеваниям достаточно высока и выше, чем мы думаем. И различные аутоиммунные заболевания реально могут испортить нам картину нашего лечения. Но нас в данной ситуации по конкретному заболеванию интересует сочетание не всех аутоиммунных заболеваний, а ковид-пневмония и пневмонит. Частота пневмонита при терапии ингибиторами контрольных точек, при анти-ПД1 и ПДЛ1 до 5%, при комбинированной терапии двумя препаратами до 10%. Несомненно, пневмонит является наиболее фатальным иммуноопосредованным нежелательным явлением до 35% смертельных исходов. И все авторы, которые пытаются писать об этом сегодня, причём опять подчёркиваю, что в короткое время, вот именно сейчас, что синергизм пневмонии и пневмониты, хотя гипотетически, но полностью исключён быть не может. Ну, такой вот немножко голос разума. Мы помним медиану времени до развития нежелательных иммуноопосредованных явлений при терапии ингибиторами контрольных точек. И средний срок развития пневмонита – это 3,3 месяца, то есть после двух месяцев. О чём это говорит? О том, что всё-таки тот больной, который уже на сегодняшний день получает препараты и который соблюдает правила жизни, самоизоляцию, соблюдает такой вообще бережливый режим, он, наверное, должен продолжать получать эту терапию, поскольку риск инфекции мы пытаемся у него снизить, а вероятность пневмонита у него уже во времени ожидаемого откладывается. Вероятность вмешательства терапии ингибиторами контрольных точек в патогенез COVID-19 тоже широко обсуждается, поскольку синдром высвобождения цитокинов – это феномен иммунной гиперактивации при Т-клеточной иммунотерапии. При этом происходит выброс цитокинов и клиническое проявление синдрома высвобождения цитокинов – лихорадка, слабость, миалгия, органная недостаточность. И цитокиновый шторм при COVID-19 приводит к острому респираторному дистресс-синдрому. Но при этом, собственно говоря, при остром респираторном дистресс-синдроме при COVID-19 выявляется воспалительный инфильтрат в лёгких. Мы не можем исключить гипотезу о синергизме между механизмами, поскольку и тот, и другой механизм, они способствуют иммунной гиперактивации. Ну, препарат, который сейчас используется при COVID-19, тацилизумаб – это рекомендантное гуманизированное моноклональное антитело, которое связывает человеческий рецептор интерлекина-6. Его используют в лечении ревматоидного артрита, но его эффективность ранее была продемонстрирована при иммуноопосредованных нежелательных явлениях при терапии ингибиторами контрольных точек. Существует ли дополнительный риск? Да, отвечают ряд авторов, пациенты со склонностью к гиперактивации, возможно, более склонны реагировать. Существует вероятность, что такие пациенты будут более склонны к цитокиновому шторму в случае инфекции COVID. Но важнейшее замечание, которое делает целый ряд авторов, именно эти пациенты не соответствуют пациенту среднего онкобольного, по которому предполагаемый сниженный иммунный статус. И очень еще важный момент, что чаще по эпиданам заражаются ослабленные пациенты и лица пожилого возраста, а им ингибиторы контрольных точек восстанавливают иммунокомпетентность. И здесь мы парадокс такой наблюдаем, что иммунокомпетентность необходима для развития цитокинового шторма, но при этом меньше вероятность поражения COVID-19 по сравнению с больными, которые получают химиотерапию. Это данные с АСКО, что одновременное получение ингибиторов контрольных точек и лучевой терапии увеличивает значимо риск развития пневмонита. Второй абстракт тоже с АСКО говорит о том же, что сочетание лучевой терапии и ингибиторов контрольных точек увеличивает риск развития пневмонита. И при этом одновременно еще, это данные Food and Drug Administration тоже на АСКО 2020, одновременное сочетание пневмонита и нитропении, которые могут также быть фактором риска. Итак, заключая свое выступление, я хочу сказать, что синдром высвобождения цитокинов – это редкое осложнение при терапии ингибиторами контрольных точек. При COVID-19 он развивается не у всех больных, а лишь в позднюю фазу у наиболее тяжелых пациентов, и это нечастое осложнение. Наибольший риск для онкопациентов, на мой взгляд, заключается в недоступности высокоэффективного лечения. Поэтому для первичного больного целесообразно оценить дополнительные риски коморбидность и предпочтить монотерапию как менее токсичную, а больной, который получает терапию, даже комбинированную ингибиторами контрольных точек, длительно продолжает назначенное лечение. Благодарю за внимание.